всем привет вы на канале сутажный сундучок меня зовут оксана сегодня у меня на столе вот такие сочные буйные краски несмотря на осень и пасмурную погоду за окном совсем недавно я заказывал новую партию белорусского сутажа и я показывала в распаковке есть у меня видео как он ко мне приехал какие там были в общем красивые цвета но когда я их заказывал я совершенно не обращала внимание на то что в этой партии у меня попадаются те цвета которые позволяют составить полностью радугу заметил я это в тот момент когда случайно в интернете наткнулась на ряд интересных идей использования радужного сочетания цветов в украшениях и одно из них натолкнул меня на мысль что можно сделать маленькую аккуратную брошку я немножко эту идею доработала под себя и у меня получился вот такой эскиз в этом эскизе у меня есть облака сама радуга и в центре солнышко солнышко я буду делать из вот такого кабошон имитирующего кошачьи глаз желтого цвета облака будут из белого сутажа а радуга конечно будет из разноцветного кроме этого мне понадобится жемчужные бусинки я буду использовать вот такие вот фактурные бусинки для того чтобы подчеркнуть фактуру пушистых облаков буду использовать жемчужно-белый чешский бисер мне понадобится булавочка для того чтобы завершить создание этой брошки нитка иголка материал для изнанки и так начнем в любом месте моего кабошона поскольку он у меня круглый как солнышко элементы у меня симметричная складываю свой сутаж пополам обязательно слежу за расположением косичек в сутаже в принципе когда сутаж вот такой тоненький как белорусский это не имеет критичного значения но изделие смотрится всегда аккуратнее когда косички направлены в одну сторону прошиваю посередине и мне нужно сейчас пришить сутаж вот примерно на таком уровне то есть не до середины а чуть ниже пришивать сутаж я буду так же как я это делала всегда я пришиваю его к бисеринкам нижнего ряда и последний стежок с этой стороны я пришиваю уже к основе для того чтобы сутаж держался прочно перехожу на другую сторону то есть возвращаюсь к своей середине и на таком же расстоянии пришиваю сутаж с другой стороны смотрите я создала основу для того чтобы формировать мое облачко первым делом я пришью жемчужинку создам вокруг нее завиток и теперь буду пришивать шнурки друг другу первый завиток для облака у меня готов продолжаю пришивать шнурочки друг другу и дохожу до того места где мои шнурки будут встречаться это середина так вот я дошла до середины теперь мне нужно сделать с другой стороны то же самое вот такая основа для облачко у меня получилось теперь мне нужно вот эти вот оставшиеся мои шнурочки пришить вот таким вот образом и завернуть здесь я буду делать бисерную дорожку как делать такую дорожку я показывала в отдельном видео вы можете перейти по подсказке и посмотреть после того как я пришила 5 бисеринок я пришиваю сутаж к остальным рядам и в том месте где у меня образовалась вот такая впадинка я вшиваю еще одну бусину заворачиваю вокруг нее сутаж и спрячу концы на изнанке вот у меня смотрите готова нижний элемент сейчас я сделаю то же самое с другой стороны и продолжу создавать облако так следующим этапом я обшила завиток бисером и покажу сейчас как я это делал я подготовила два отрезка сутажа закрепила его на изнаночной стороне вот таким вот образом чтобы обходить мой нижний завиток и начинаю пришивать бисер нижнему завиточку и к дополнительным своим шнуркам вот я пришиваю последнюю бисерину здесь и пришиваю шнурки так же как я это сделала уже с другой стороны встречая их между собой а в оставшуюся пустоту я буду вшивать вот такой стразик он квадратный и очень хорошо встанет в это расстояние и скрепляю шнурки между собой после страза теперь мне осталось только вшить еще две бузинки с одной стороны одну следующим этапом я буду наращивать вот таким вот образом свое облако в ширину чтобы здесь у меня хорошо встали 7 шнурочков моей радуги и с этой стороны я уже сделала здесь я покажу как я это делала я закрепляю два шнурка вот к этой части и у меня как раз остается расстояние на бисер вот таким вот образом я создала начало и теперь я буду просто пришивать бисеринки обходя вокруг уже созданный завиток а и посмотрите я закончила пришивание бисера теперь мне нужно пришить вот этот шнурок моему завитку и постараться сделать симметрично с другой стороной подрезаю лишнее подплавляю кончики и облачко у меня готово теперь когда облачко готово нужно создать радугу у меня пойдет от темного к светлому я вот уже подготовила первые три отрезка каждый следующий отрезок должен быть немножко больше чем предыдущий потому что мы будем строить дугу и самое сложное наверное это здесь пришить вот эти первые два кусочка фиолетовый синий пришивать я их буду середина кабошона и пришивать буду точно так же бисеру на первых слоях радуги я не буду заботиться сильно о том чтобы расстояние между вот этими стежками было минимальным потому что дальше у меня все равно это будет закрываться самое сложное здесь это аккуратно пришить окончании закрепляю здесь шнурки так и перехожу на ту часть где у меня еще не пришита точно так же прячу кончики здесь пришиваю к основе и пришиваю к облаку вот таким вот образом нитку сейчас я не отрезаю я захожу немножко ниже и теперь у меня следующие слои это голубой и зеленый в нужной последовательности прокалываю сутаж прикрепляю его к облаку и пришиваю к синему слою сразу на этом этапе отрезаю лишнюю длину которая мне будет потом мешать заправляю ну что ж темные цвета спектра у меня пришиты теперь мне осталось подготовить три оставшихся цвета той же самой ниткой прокалываю нужную последовательность желтый оранжевый и красный пришиваю к другим цветам и пришиваю их к облачку теперь осталось только пришить по кругу мою радугу именно вот здесь вот уже нужно соблюдать аккуратность потому что бисером я эту брошку обшивать не планирую и наружный шов должен быть очень очень маленьким я практически вхожу в том же самом месте где у меня нитка с иголкой вышли а прошиваю дальше уже все по диагонали вот такая маленькая аккуратная брошка с радугой у меня получилась облачка сверкает жемчужинками стразик выглядит как будто капелька дождя солнышко и сверху радуга давайте оформим изнанку брошка получилась с другой стороны не очень ровная потому что у нас тут шнурочки находят друг на друга выстричь их или уложить горизонтально чтобы все было ровно тоже тяжело поэтому я буду использовать кусочек картона я его буду вот таким вот образом приклеивать и сверху буду закрывать искусственной белой кожей обшивать обычным обмёточным швом очень тонкой мононитью но перед этим аккуратненько вот здесь вот спрячу заколочку и вырезав здесь отверстие под нее пришью так я приклеила уплотнительный картон белой стороной естественно к изнанке для того чтобы облако было белым и теперь мне нужно закрепить вот эту вот основу для брошки чуть чуть выше середины для того чтобы во время носки брошка не сваливалась вниз и я ее буду не просто приклеивать а пришивать и пришиваю аккуратненько в одном месте и перехожу на крайнее отверстие этого достаточно потому что сверху будет изнанка теперь мне нужно определить где мне в изнанке нужно прорезать отверстие я прикладываю свою изнанку к брошке и отмечаю необходимые мне места разреза вот посмотрите я таким образом подогнала изнанку искусственная кожа у меня довольно мягкая она хорошо будет огибать ну и мне осталось только приклеить изнанку и обшить ее обмёточным швом я обшила полностью брошку с изнанки посмотрите обмёточным швом пришила свою изнанку закреплена булавочка и брошка готова ее можно смело и с удовольствием носить на этом на сегодня все если видео вам понравилось поставьте ему лайк и напишите в комментариях интересно была вам эта идея или нет обязательно приходите в мою группу вконтакте там есть специальный альбом где вы можете выложить фотографии своих изделий выполненных по моим мастер-классам а также подписывайтесь на инстаграм там часто бывают анонсы новых видео а также выкладываются фотографии украшения мастер-класса по которым не снимаются всем огромного вдохновения и до новых встреч до новых встреч